Приём-приём, здарова всем, с вами Хилл Хёртс. Что-то давно у нас уже не было новостей по Элден Рингу. Ну, как не было, точнее были, однако не слишком уж важные. Системных требований игры так и не показали, хотя до выхода осталось чуть больше месяца. Однако на днях была новость по третьему Дарк Солсу, которая не может остаться незамеченной. Но не переживайте, про Элден Ринг мы тоже поговорим. Суть проблемы в том, что через онлайн-режим, то есть при вторжениях, можно получать доступ к компьютеру играющего. Согласитесь, звучит весьма сомнительно. Если верить новости на стоп-гейм, то таким образом можно украсть персональные данные, включая пароли и банковскую информацию, запустить вредоносное ПО или даже вывести компьютер из строя. Изначально хронология событий была такова. Один мужчина, возможно их было и несколько, но пусть это будет собирательный образ, нашёл данную уязвимость и попытался донести её до Фромов, однако попытка не увенчалась успехом. После этого на одном из стримов во время кооперативной сессии при помощи данного упущения со стороны Фромов было сделано следующее. Вторженец намеренно крашнул игру стримеру, а затем запустил воспроизведение написанных слов голосом. Если не забуду, то ссылку на твит оставлю. Самая большая беда здесь в том, что Элден Ринг, скорее всего, использует, если не весь тот же самый сетевой код, то большую его часть точно. И много вероятно, что онлайн-составляющая будет под угрозой. Но не всё так плохо и печально, сейчас уже 23 января, а Фромы официально положили свои сервера и сообщили, что разбираются с проблемой. До этого сообщение лучшее, что предлагалось, запускать игру в оффлайн-режиме и бегать соло. Ещё хорошая новость в том, что те, кто отыскал этот косяк в сетевом коде, не выложили всё это в открытый доступ и никому ничего плохого не сделали, а попытались сообщить разработчику. Ну, как по мне, достойно уважения. И если позволите мимолетное лирическое отступление, то просто невероятно, что спустя столько времени после выхода игры, комьюнити всё ещё удаётся находить новый эксплойт в игре, а Дисту ставить новые рекорды. Неудивительно, что рано или поздно кто-то смог найти скип прямо в мой компьютер. В пятницу 21 января был твит, посвящённый Большому Медведю, являющемуся имени боссом. Сверепые звери Туманных Лесов предлагают лишь один жест гостеприимства. Это существо можно было встретить, если выбраться за пределы доступной зоны закрытого бета-теста. Получается, что Данный Лес называется Туманным. Ещё немного информации об игре. Победив Михаила, а возможно и Михаилицу, ведь в других слитых фрагментах были маленькие медвежата, можно получить Драконье Сердце. Скорее всего, это просто заменитель на данный момент, а на релизе будет дропать что-то другое. Ну или Данный Зверь с Сердцем Дракона, не иначе. Что хотелось бы сказать в заключении. Как вы помните, не так давно многие желающие заимели возможность трогать файлы Элден Ринга и теперь каким-то просто невообразимым образом стали вытаскивать оттуда то новых боссов, то просто сильных противников, то большое количество магии, безумие просто. Я, пожалуй, намеренно не буду ничего спойлерить и показывать, однако в описании могу оставить несколько каналов, чтобы каждый желающий и нетерпеливый мог сам ознакомиться. Если что, осуждаю подобное проявление любознательности, но одобряю. Пре много всех благодарю за просмотр. Мы же и дальше продолжаем ждать системы Элден Ринга всей семьёй. Всем добра и удачи! Огромное спасибо спонсорам канала, а также всем спасибо за просмотр и надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то можете поставить лайк и подписаться. Это очень сильно мотивирует стараться лучше и больше. Также можно нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых роликов. У нас всё честно, если не понравилось, ставим дизлайк. В описании всегда есть интересные ссылки, также можно посмотреть и другие мои ролики. Всем всего хорошего, счастья, здоровья, чтобы всё у всех было хорошо. С вами был Хилхёрдс. Субтитры сделал DimaTorzok